У вас цель для того, чтобы обнаружить оборудование, предметы, необходимые вещественные доказательства, для того, чтобы их осмотреть и в последующем использовании как вещественные доказательства. Вы обнаружили? Да, но в том же, вы не взяли. Какие дальнейшие были сейчас следователи? Дорогов Зарович, у меня вот, может, такой короткий вопрос. А вообще, вас прикасывал ли кто-либо проведению производства обыска? И вот как-то вот говорили, что обыск прекратили на основании того, что невозможно, что есть невозможность его проведения. Обыск уважали, что там прекратили в связи с судьбой. До этого этот генеральный прокурор нам только что сказал, что все необходимое они забрали с собой. Если какие-то действия были прекращены, они были прекращены в связи со судьбой. До этого никакого воспрепятствия к данному процессу самодельным. Вопрос со судьбой, как раз так и связан, и со судьбой тоже в том числе. Я не говорю, что, что нет. А если следственного послания того, как проходили следственные мероприятия, то я могу пояснить. Приконду. Просто хочу разнести. Нам известно, что во время произведения процессуального действия находились в квартире посторонние люди. Вот как это задает вопрос, в какое время они оказались там. И вот это вот воспрепятствование производства обыск сторонним, но я вам еще раз не подвечу. Те действия, которые проводила патрура, вчера не было. До того момента, да, они были завершены практически, до того момента, пока не произошла данная стрельба в квартире. А как у нас было готово? А градок и все остальное задерживаются. Он на таком вопросе знает. Мы его разоружали, самого случая, а вот я и кайф. Мы его разоружили, когда мы его разоружили, когда мы его разоружили. Мы его разоружили, когда мы его разоружили. Дайте ответят за вопрос, да? На вас поставленный вопрос, ответитель заместитель прокурора. Почему? Потому что я в этом месте не находился. Он за раздал в украине. Давайте свободу, на спокойную обстановку раздадим, чтобы нормально отвечали. Я бы хотел прокомментировать несколько позиций как лаконично, четко и постараюсь сносить именно нормы закона. Как вам известно, на самом деле суть самого уголовного дела достаточно очень сложная, потому что вызывает общественный резонанс. Это имеется в виду касаемо оскорблений и всего прочего. Здесь было озвучено, что основанием для возбуждения уголовного дела явился рапорт. Основанием для возбуждения уголовного дела в соответствии с УКСК являются достаточные данные, то есть совокупность собранных материалов. Рапорт явился поводом. Это один из исчерпывающих перечней. Далее хотелось бы отметить, что правильно было отмечено здесь, что такие статьи как перевита и оскорбления, а также побои являются делами частного обвинения и возбуждаются не иначе, как по заявлению, говоря о части первой этой статьи. Но также есть отягчающие квалифицирующие признаки этих статей, такие как совершенные в средствах массовой информации. В этом случае заявление для возбуждения не требуется. Более того, исходя из постановления о возбуждении уголовного дела, статья, которая на сегодняшний день вменяется подозреваемым по делу, пока что подозреваемым, 321-е. Это специальная норма закона, поэтому она не входит в перечень норм законов, в соответствии с автопи 20 и ОПК, которые являются делами частного обвинения. Поэтому в случае конкуренции двух норм, общая и специальная, естественно, отдается предпочтение специальной. Ну, во всяком случае, значит, у нас в соответствии с этим принято такое решение. Данное решение о возбуждении, в принципе, как и любое наше действие, заинтересованными лицами в уголовном деле могут быть обжалованы в суд. Да, правильно. Сейчас, вот, значит, был произведен, да, обыск был произведен. В чем была его, ну, значит, необходимость и неотложность в его исполнении? Потому что специфика данного уголовного дела, она очень сложная. Необходимо изымать технические средства, которые потом, в последующем, необходимо проводить экспертизу по ним, значит, и так далее устанавливать. Поэтому их могут удалить какие-то данные. Вот в чем была, вот, его неотложность. Городная? Я. Неравно по первому адресу здесь, в городе Сукум. Да, там проводился обыск, были какие-то свои сложности, но в итоге все прошло, там, более-менее благополучно и так далее. Те необходимые технические средства, которые просили выдать, все-таки они были выданы и изъяты. На момент, когда проводилось второе следственное действие на новом районе, я лично там не присутствую, а присутствую уже после того инцидента, который произошел. Однако там находился следователь, оно затянулось. Почему затянулось? Потому что, ну, были люди, как и граждане, там, соседи находились подозреваемые, вот как и уже ответили здесь, и сами сказали, и депутаты присутствовали, ну, интересовались поводами, основаниями, в каких основаниях и так далее. В результате чего уже потом подходили к завершающему этапу этого следственного действия, и произошло то, что произошло, по инциденту которого сегодня есть материал соответствующий, ему обязательно будет дана уголовная правовая оценка. В этой связи вот именно время исполнения следственного действия, оно было очень затянуто. Продолжение следует...